Как функционируют современные войны? Первое. Дестабилизация. Агрессор разжигает очаги волнений в стране его целевого объекта. Он дестабилизирует страну своего целевого объекта вплоть до гражданских войн. Второе. Как он это делает? Сначала он устанавливает контакт со всеми недовольными и готовыми к применению силы группировками, мятежниками, наемными террористами в стране его целевого объекта. Для него не играет никакой роли. Кем являются эти готовые к насилию мятежники, будь то футбольные или религиозные фанаты, левые, правые или какие-то другие экстремисты. Они лишь должны быть лояльными, хладнокровными и готовыми к насилию. Агрессор рисует перед глазами каждой из этих групп лучшее, будущее с правом участия в принятии решений и многими преимуществами. Так каждый мотивированный любой ценой борется за достижение своих собственных целей. Каждый таким путем сформированный террористический блок на какое-то время принимает также и совершенно разного рода группировки. Каждая группа видит в общей ударной силе только лишь преимущество. Лозунг «Синергия превыше всего» — совместно бить, раздельно маршировать. Таким образом, агрессор обучает пестро смешанные террористические группы, а если одна экстремистская группа мятежников совсем не желает смешиваться с инакомыслящими, то для агрессора это также не играет никакой роли, он использует ее для отдельной, особо избранной цели, к примеру, как в случаях с террористами-смертниками. Третье. Снаряжение и финансирование. Из наемников своей собственной или также чужой страны, из ранее собранных мятежнических групп он готовит террористические группы. Это он делает по возможности вне страны своей цели. Для этого он создает секретные тренировочные лагеря, расположенные как можно ближе к месту своей цели. Если же это не получается, он доставляет их туда, отовсюду на самолетах. Он снабжает мятежников оружием и боеприпасами в неограниченном количестве. Он платит им за боевые действия. Четвертое. Нападение. Теперь иностранный агрессор целенаправленно реализовывает свои боевые планы на практике. В зависимости от стратегии он целенаправленно атакует простых граждан и учреждения. Его целью является максимальное внимание народов и крик о помощи извне. В центре сообщений прессы стоит, конечно же, не агрессор, организовавший все это, а либо плохое правительство, обреченное на падение страны, либо по мере надобности мятежники, то есть террористические группы. Пятое. Цели истинного агрессора всегда те же самые. По возможности сильное ослабление целевого объекта изнутри, целенаправленное обвинение целевого объекта. По возможности полная неразбериха и бессилие народов. Все большее понимание необходимости военной помощи извне. Свержение и устранение правительства целевого объекта. Назначение нового правительства из кругов, объявленных благонравными мятежников. Отвод войск, чтобы предоставить страну самой себе, так что она попадает в полнейший хаос. Повторное радикальное вмешательство для устранения всех ранее использованных героев, которые будут теперь известны только как террористы. Поглощение страны или ее ресурсов. Возмещение ущерба по своему личному усмотрению. Шестое. Чествование себя спасителем. Седьмое. То же упражнение в большом масштабе. То, что агрессор сделал совместно с разношерстными группами мятежников в отдельных странах, то же самое он делает теперь с большими размахами. Целые страны являются сейчас его избранными войсками мятежников. С их помощью он окружает своего самого большого врага, которого в одиночку он никогда бы не одолел. Заранее он совершает провокации, которая целенаправленно приписывает своему большому противнику. Свои избранные мятежнические страны он приводит к тому, чтобы они вышли против его большого противника со своим собственным оружием и армией. И когда все страны стратят свои последние патроны, потеряют своих лучших людей и будут лежать в разрухе, вмешивается непосредственный враг людей, истинный агрессор и поджигатель войны, чтобы теперь победить всех вместе. Кто эти великие проигравшие? Все, кто поддались обману и кем воспользовался этот подлый агрессор и поджигатель войны.